здравствуйте мир вам игнатихович праздником с праздником с праздником с праздником это вот моя дорогая тёща софья евгеньевна она вопросы подготовила мы еще молчим здравствуйте с вопросами к вам но так ну 8 у меня постараюсь побыстрее вот первый вопрос у меня по значит в свое время по приказу император валента были разгромлены нитрийские монастыри и сожжено много монахов и вот в то время златоуст написал слово к враждующим против тех которые привлекают к монашеской жизни то есть в 375 года на значит актуально ли это сейчас он же не раскаялся он был за значит монашествующих и раз вот это слово к враждующим она в основе монашество лежит вот как вы считаете или он потом об этом раскаялся и написал какое-то другое слово которым я просто не в курсе но я не знаю в каком томе я нашла это в сборнике в другом библиотеке взяла сборник про златоуста жизнеописания и там нашла вот это оно так и называется к враждующим слова против тех которые привлекают к монашеской жизни он заступился тогда много монахов сожгли монастыри и как раз златоуст он за них вступился вот нечего то ну значит монашество это хорошо и златоуст его одобряет а ну наверное тоже и тоже бы наверно да но все-таки тут он подчеркнул к монашесущим но у меня я помогаю сотрудничал в тюрьме после освобождения и первым делом в камеру еду я прохожу допустим 50 камер за день я спрашиваю мусульмане есть камере есть но он там допустим два мусульманина в камере там 70 человек я в первую очередь им помогаю за них заступаюсь так я не мусульманин а почему им очень трудно здесь нужно помочь ему этот тяжелый период времени пройти и выжить вот какое дело то мы заступаемся иногда совершенно не не за то что сильно мы любим ребенок мучает какую-то маленькую пташку на что она пташка то мы за нее заступаемся и вот в греции в древние эллады был случай мальчик шестилетий поймал перепелку и ножки и ножки сами обстриг ножки и было объявлено и заседал верховный суд эллады и мальчика шестилетию приговорили к смертной казни и казнили чтобы от него потомство не было он злодей растет вот какое дело и поэтому доброта от бога а злое намерение написано не радуйся даже погибели врага ибо господа то не угодно и господь разрушит твои дела притча соломона и поэтому то что он говорил это не означает что монашество нужно а если бы были они в разных местах были проповедниками и бы не сожгли но одного другого но если в одном монастыре у пахоми 11 тысяч мужиков оттуда шли люди нихеряки они смотри монахи сколько понастроили то что они валам то голые скалы они на полтора метра земли с материка навозили на лодках сады развели какие их если послать куда какая была бы польза то и господь и идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет евангелие от марка 16 глав 15 стих это не я говорю если считаем деяния апостолов апостолов было гонение но не как они молились они не желали смерти врага врагам только возри на их угрозы 8 глава 4 стих говорит они рассеялись их раскидали как костер рассеявшиеся ходили и благовествовали ходили не прятали за стены устроение прятаться за стены от антиевангельская антиевангельская и господь это называет зарытый талант и за это спросит бог когда придет почему не отдал почему не пошел на торжеще ты мне дал талант я уверовал в бога я пришел веру сохранил платок завернул закопал вот тебе твое злой жестокий раб господь скажет а если я приду у меня в 30 человек или 60 или 100 за будет еще лучше если тысячи а то же похвала перед всем миром будет ибо одна спасенная душа дороже целого мира полного золота вот какое извещение есть так что златоуст на своем месте стоит а монашество не на своем вот еще у меня один вопрос по этому поводу как раз вот читала недавно ефрема филофейского вот и и он значит пишет что монахи и монахини после смерти не закоченевают остаются такими же гибкими как и при жизни и и это как бы доказательство что монашество угодно богу потому что все остальные люди не остаются в таком виде и что даже если про пробыл монахом час потом он после смерти вот такой и и вот это чудо значит на афоне со всеми монахами и вот в афонском патерике это написано даже стал том 1 значит и вот ефрем филофийский тоже это указал но не знаю это самое правда ли это вот меня вопрос только так ну по первому вопросу вы поняли что я сказал по второму вы говорите что монахи не гниют они целые лежат после смерти так я понял и закостеневают они как сказать не застывают они лежат мягкие они лежат нетледные ну нет ну сказать как сказать мягкие 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 они ткани у них мягкие так понимаю да 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 еще кто-то говорит мягкие не мягкие это смотря какая погода у нас здесь живые лежат все у нас в сибири это умрет он как козь делается когда тает придет время а вот говорят на афоне никто так нет они лежат как будто спят и вот это чудо такое господь вот им сподобил и уже это сколько лет вот ну не знаю правда ли нет меня прочитала вот моя жизнь со старцем иосифом там это тоже есть ну не знаю может а я понял да считается за святость нетления да раскопает а мощи нетленные и считает что поэтому господь указывает что человек угоден ему но давайте посмотрим а у греции как а у греции на каком-то месте граница у них наоборот если не тлены значит не угоден богу его снова закапывают если до трех раз он не тлеет его тогда бросают в море никому не нужен у них косницы специально одни черепа лежат и написано никита василий игнатий вячеслав там кто там был и вот если череп там такой желтый и он раскапывает как воробьевский юрий у нас целует его и дальше целое украшение одни бедренные кости другой которые до локтя его не там украшениями костями балуются писание говорит одно иисус сказал с костями вместе ты сотворен из праха из земли в праха возвратишься все все остальные разговоры идут вопреки этого слова в прах ты в прах возвратишься из праха взят и когда мы начинаем прятаться от праха куда-то зашивать там антиминсы делать мощи мощевики в кресты это это все против первой заповеди божией прах ты в прах возвратишься это в раю еще сказано было и поэтому все остальные разговоры они идут против того что христос сказал бог сказал я один раз прочитал и понял разговаривать не о чем они говорят а вот такие теплые лежат а вы посмотрите у буддистов как 300 лет назад 300 лет и в пещеру который этот орнесто ездит все время там по ним его сила какая-то отбрасывает от этой пещеры мы ведь едва туда зашли и они лежат как сегодня живые кровь пульсирует все у них мягкое тело все мягкое это буддисты там там от бога ничего нету у евреев мы берем что-то есть что-то мы находим даже мусульман а у буддистов ничего нету совершенно реркарнация там это все не православное вопреки слова божия и однако мощами они кищатся мощи у мусульман есть вот смотри королёк птичка певщая посмотри турецкий пиль видел вот и там прямо она подходит какому-то кто там лежит у нее баба какой-то и она к нему обращается молится как будто православная так что вопросы все сняты до одного сегодня только со священником говорили который ислам изучает он говорит что у них также есть поклонение мощам у них волосы слюна мухаммеда есть волосы которые через них благодать сходит через них ну вот и весь ответ другого нет ответа они балуются костями продают покупают целые чемоданы костей сюда везут от кого в одном месте под храм положили чтобы при основе то и потом разобрались где взяли на чеченском кладбище чеченец мусульманин они его за святого почитали целовали и и доказательства никаких нет откуда привезли что написали и все вот говорят мощь и серапима обрели я не верю советская власть держала их там 70 лет за 70 лет прошло на рукавники на рукавники у всех одинаков еще подписывал их что ли ну не на чем господь говорит оставьте мертвецам хоронить мертвецов даже которым хоронить это люди ниже самого низкого уровня христианина а ты иди благовествуй а тут откапывать и господь на ум не приходила что вы делаете бог говорит ума не хватит даже у бога что вы делаете откапываясь смотрит вот маленько пальчик там где-то что-то не так зачем это нужно да нет лена пирогов лежит он знал какой состав его там про нафталинили он и лежит а там уме в мавзолее проклятого и земляне принимает как отец димитрий смирнов говорит его только женщине по вселенной распылить большего злодея мир не знал так следующий еще вопрос есть вот матфея с евангелие от матфея 7 глава 6 стих значит там написано как иной дает святыне псам и повергает бисер и перед свиньями и как они могут его растерзать вот это что значит это не это означает это означает то что за то что ты явил себя христианином спорил он не мог еще он подает суд прокуратуру тебя осудит и растерзают тебя расстреляют или еще что-то будет вот идет суд суд судят это я знаю у баптистов был было такое ну солдат молодой заводит заводит и там когда заводит во время перерыва отдельная кабинка там а тут решетка он через решетку смотрит а тот с ними разговаривает его господь коснулся сердце это военный то который будет солдат срочной службы то он обратился в бога он говорит ну давай молиться тогда и когда суд то дальше продолжался судя вот какого человека загубили добавить ему срок за это он терзать его начинает за то что он обратил человека а павел говорит что бы ни говорили я этому рад как бы не проповедовали с каким намерением главное чтоб правильно было и поэтому если мы им бросаем видим что это свинья и он противоречит отойди от него ты видишь он хулит и рассуждать с ним не о чем иначе они тебя за эти слова которые ты говорил да не где-то там а в любой стране которые христиан не приняли то вот я на статистику слышал такую каждый день мусульманских странах казнят минимум 50 христиан которые там из местного населения обратились они явили себя христианами и теперь растерзали вот они убьют палками он еще живу они его там поджигают он и сидит весь горит это самая мирная религия притом везде это есть везде какие там страны есть и это все снимается показывают врывается он присвитит из них же там пакистанец или кто-то один со мной хотел побеседовать и вдруг исчез вот у нас допустим он был мусульманин и стал православным они могут если где-то в той стране они сразу обязаны убить его без суда и следствия а у нас если православный ушел к мусульманам ну это его выбор нам даже мы ничего ему не только плакать будем о нем молиться у нас разные отношения так что и здесь все стоит на месте видишь что свинья лает на тебя отойди от него не старайся добиться победы кротко смиренно сотвори молитву и отойди спасибо слава христу спаси христос его загладили там все ну да давай деды я тут в евангелии от иоанна пятнадцатая значит глава шестнадцатый стих сказано не вы меня избрали а я вас избрал вот и если господь кого-то уже избрал заранее то какой смысл вот проповедовать тем кого господь не избрал ведь кого он избрал те так и так уверуют а и кого он не избрал те хоть ты ничего говори ничего не получится правильно вот я понимаю или что-то не так да мы знаем волю божию несмотря на это мы обязаны трудиться он дал повеление земле произвращать плод и зелень на пользу человеку но это не означает что она сама будет пшениса сеется никак и в любом деле мы должны знать бог говорит я избрал а мы спросим когда а он говорит в очреве двойняшки были еще не родились а господь это одного я возлюбил а другого возненавидел о ком это говорится а Исаф Исаф и Иаков два брата так вот здесь он избран но мы должны проповедовать а можно было Исафа обратить нет он не слышал он искал его убить отец только умрет я его сразу убью и мать это услышала она его отправила и тогда уже возвращается уже другой человек а этот смирился в это время так что здесь все стоит на месте это мы не зная того а только как факт что он был избран или я был избран а мне бы не сказали Библию не дали я бы не обратился я бы так и блуждал я сейчас содрогаюсь 58 лет назад мне дали Евангелие Господь меня на удочку поймал я бабок любил бабушек ну и сошел на берег с корабля увижу сумки несет а через нее я увидел где молятся люди вот как Бог делает если говорит что он нас избрал значит мы должны согласиться и оценить этот великий дар мы его не знали почему он нас не избрал а тогда мы видим он нас избрал приблизил к себе приблизил через Евангелие и теперь я его избрал уже к нам во всем мире кричат make your choice сделай свой выбор и мы сделали Христа избирая одного Христа и никого кроме Христа все понятно все равно трудиться вот притча о неразумных девах но все ее знают вот вот в этой притче девы они девы во имя Христа вот и они никакие никакие грехи они не совершали а все таки в ад пошли часть из них ну значит они не за грехи пошли а за что за отсутствие благодати получается если ты даже грехи не сделал можешь в ад пойти все равно за что-то грехи не сделали этого нет дева означает не осквернились с миром а безгрешного нету и когда мы молимся за упокойно упокой Господи в обители таков-то или такой-то ибо нет человека на земли который жил бы и не согрешил все до единого все Иоанн говорит если говорим что не согрешаем то лжем истины нет в нас и мы должны это знать ну а как тогда как написано девы эти заснули и те и другие значит сон не в вину это долго заметил замедлил Христос и мы они умерли умерли смерть называется сном друг наш Лазарь уснул и они думали говорит о сне обыкновенным а на самом деле о смерти и мы в вечерней молитве считаемся вот мне гроб предлежит вот мне смерть предстоит суда твоего боюсь и дальше гроб предлежит мы встаем как бы сон показывает на смерть мы ежедневно вечером умираем мы еще не соображаем спим где-то блуждаем умом и здесь у них не было масла не было этой силы Духа Святого от благодати совершить добрые дела и мы молимся в каждой молитве Господи сохрани нас в истинной веры чтобы горел светильник и чтобы сосуды наши были полные добрых дел соделанных в Духе Святом и с любовью не просто добрые дела добрые дела делали и коммунисты и фашисты а в Духе Святом и с любовью он укажет что и кому делать и сколько и как и поэтому девы которые пришли с пустыми руками хотя сохранили веру веру что они до конца верили прятались по монашески и вот участь монахов такая и будет а кому он сделает добро когда один я бы рад сделать а кому если я один а когда здесь то я каждый день вижу кому сделать каждый день пишут отовсюду люди спрашивают спрятался там ничего нету у меня брат он поехал на Афон отец Ахим и ну с монахом там в келье или как разговаривать нельзя дорогу идем в столовую разговаривать нельзя а за столом уже и говорить не надо так нельзя нигде и главное молчание золото молчание это смерть как это молчание бог наделил великим даром бессловесная это скотина а человек словесная тварь идите по всему миру и мы идем рассеявшиеся ходили и благовествовали дети жены все благовествовали мусульманство два миллиарда почти были бы православными если бы проповедовали монахи это на их совести лежит и от того что такие правители гитлер пел в хоре церковном а сталин ученцы в семинарии считай что упустили а почему ну а считай бурсу помиловского как они там себя ведут там считать страшно это концлагерь самого дурного пошиба так что все опять же на месте у дев должны быть дела и так светит перед людьми чтобы видели ваш свет и проставили отца небесного они пришли светильники гаснут света то нету вера должна быть с делами как на вершине город всеми огнями пыла горит а это нет монашеская жизнь она прямо подходит под эту притчу я как-то выписал все притчи которые христос говорил я говорю давайте о монашестве притчи составим ни одна притча к монашкам не относится нигде все они о благовестии идут сеять семя вышел захватил не вот рыбу ну все это а кого он захватил за стенами сидит я говорю про монашество подобно строению там со стенами где сидели сидят мужики они молятся вникают в себя там ну и к духовным высотам стремятся нет такой притчи нет сейчас другого я сам учусь мы же видим как человек который работает и как у него опыт он на все годен бывает у монахов там у него работает физически но на проповедь они их не отпустят ну не благословят их никогда иначе это моно теряется моно это все моно один монолитное сооружение монолитное сплошное а поле где говорят это множество поликлиника то есть много разных мы должны на поле держаться поли вот политолог и другие слова вот мы должны за политолог держаться у нас все должно все время приносить плод и размножаться почему не отдал и с прибылью не получил а кому отдать когда он сидит там господь требует отчета а он не дает отчета у него ничего нету так что любая притча она идет против монашества и этого не видеть может только преступник когда сожженная совесть как же не идти при том ты сам сколько удовлетворения получаешь сколько радости был враг там пьяница или там убийца и вдруг он обратился какой он стал нужный для всех вот я бы ничего не говорил ничего не было у меня такие подпольщики есть истинно православные христиане они советскую власть не признавали паспорта не получали детей в школу не пускали ну и я беседовал раз другой третий 32 человека вся общая перешла православная церковь православная которая открытая они уже там монахами были постриг имели 32 человека а если бы не говорил ничего бы и не было ответ очень даже простой идите по всему миру идите вот так все понятно спасибо согласна вы если не согласны говорить я дальше буду нет я согласна но я просто думаю что у монахи могут идти люди которые ну в миру бы пропали вот они в миру бы пропали они не смогли бы и они пошли туда это был единственный шанс спастись нет я считаю что такие люди пошли то может быть и имеет смысл тогда они если не ходили не проповедовали как они знают это путь Христов указан он говорит я ясен путь истины и жизнь он путь так он еще сидел Христос и говорит поминайте наставников вашим тринадцать семь евреям которые проповедовали вам и взирая на кончину жизни подражать монахам нельзя подражать они не проповедовали когда прямо говорит только их можно было бы за святых считать а монахи они в это не попадают но я православный поэтому я не спорю они решили так и я молюсь им но по смыслу по писанию это не сходится никак и так понятно как это ничего семя есть а оно не сеется и значит не рождается а раз не рождается с пустыми руками придет я только с вами вот сейчас хотел тут отвечать и вы в это время прям переходной момент а секунды только были звонят ребятишки ну прям молоденькие я не знаю может быть ну лет восемь девять может быть я говорю мы с вами где встретились а говорит нигде я думал сейчас рулетки они из Молдавии а как а я говорит по интернету улазил и нашел вас ребятишки я говорю давай зови кто там родители он там подзывает там постарше его лет двенадцать я говорю у вас есть мои материалы сейчас я должен их найти после вас и скинуть им люди находят а сидел бы в интернет не выходил теперь я не могу уходить я сходил столько что со мной соревноваться никто не будет только на миссионерскую поездку мы прошли сто двадцать тысяч километров все государства Европы скандинавия прибалтика шестьсот пятьдесят библиотек получили от нас полный комплект наших книг в переводе наши деньги это тридцать пять миллионов мы подарили рублей и знаете на душе как легко сколько друзей появилось сколько нового увидели тысячи выступлений были и люди все еще откуда-то новое и новое приходят и как даже говорить не надо так вот спасибо 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 Христос спасибо Христос вот Серафим Саровский сказал ну всем известную фразу спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи но он же не сказал наоборот он сказал сначала сам человек должен спастись а как же если он сам еще скажем так не в благодати ни в какой он как дословно переведите что он сказал спасись спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи стяжи дух мирен стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи и ни одного случая за 200 лет нигде этого не было я стяжал дух мирный закрылся я мирный ко мне не лезь я мирный я никого не вижу моя хата с края еще получится кого он спас тысячи ни одного ну Мария Египетская ушла в пустыне 47 лет она никого не видела не обратила то кузнечика какого-нибудь но она сама спаслась а откуда известно то у нее ни одного дня евангельского не было ей придется отвечать за все что она ушла и ни одному человеку не сказала господь говорит идите в мир я не говорю господи возьми их из мира но сохрани от зла прямо молитва я не молю чтобы ты господь отец небесный взял из мира но это прямо против евангелия идет что-то но молюсь чтобы сохранил от зла в этом мире павел пошел монастырь нет апостол хоть один пошел нет ни одного нету семьдесят еще избрал послал по два не один что там делать то да по монашке одни мужики необремененные семейной жизни у них все есть здорово бы но это вопреки евангелия евангелия не молю отца небесного чтобы взял из мира а еще молиться но чтобы сохранил от зла я это и делаю да согласна потому что слово божие нас будет судить вячеслав то знает а то эпиграфом уже жизни взять евангелие от яна 12 48 господь говорит я не сужу вас слово которое я говорил оно будет судить вас в последний день когда я это просчитал пятьдесят восемь лет назад все остальное я связал книги и бросил в подпол пусть лежат Бог делает такое дело со мной меня обратил дал веру в него а я бы сидел и прятался значит брат мой не обратился бы сестра не обратилась мать моя не умер не пришла бы в церковь если бы я молчал то а я рвался там отпуск когда будет скорее домой да где говорил да в семинарию заехал конечно власть сразу насторожилась меня начали трепать у меня отец с фронта пришел руки левой нету под самой почти плечо и вот идет там Байронова брата жена дочь как его назвали тогда председатель холхоза Ильяя стал говорить о Боге она своим сказала видно отцу партийное и сразу за 150 км приехал капитан КГБ так вы разговаривали с такой ну разговаривали ну и что так чтобы у вас здесь 24 часа вас не было я говорю я помогаю отцу приехал а я в это время на корабле работал ну отец инвалид войны он вам нужен ну как же не нужен я одной рукой не могу а за зиму сколько скотина осталось он говорит сейчас вот все это выбирает на тележке вывозит там дальше сколько вам время надо ну я не знаю сколько то ну за два дня сделает ну не знаю может сделать через два дня чтобы его духу здесь не было а я ничего не сделал я в свободное время пошел на сеялку людей не хватает сеялка там пылища какая идет и мы с братом на сеялке были так прямо оттуда сняли нас чтобы выгнали а если бы я сидел дома не было а удар этот в награду в награду постепенно закалял и закалял а уже когда арестовали еще там было вот я сегодня и выхожу на улицу у меня руки то выверщены я не могу руку повернуть у меня там там жилы что-то повреждено или что это не ничего не только напоминает о лучших днях моей жизни и говорят а самые счастливые дни какие были когда я был в тюрьме на операционном столе это самые благодатные дни были страдающий плотью перестает грешить это точно это точно это точно это не последний последний вот первая из заповедей блаженств блаженны нищие духом она говорит о смирении которое получить прежде всего ну требует многих лет работы над собой его очень тяжело получить не опасно ли духовно незрелому человеку вот начать не имея смирения а начать например вот так же благословиствовать вот вот эта гордыня в нем останется и он потом с ней не справится это укрепиться до гордыни в нем ну вот мне кажется что нужно может быть сначала что-то из себя получить а потом благословиствовать какой-то порядок наверно должен быть порядок это вам надо идти тогда масленников есть Сергей Михайлович он там с Игнатьем нет 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 я к нему не отношусь у него только это он распределяет грехи великие и малые с чего начинать с какого угла и вы никогда не достигнете того что нужно это у меня свои мысли я смотрю он уже лет 15 наверное и все он разбирает грехи он дальше не идет рожденный свыше он другой во время покаяния 27 сентября 62 году господь взял мои грехи и бросил их через хребет говорит я не вспомяну вам больше ни разу зачем мне это думать облаженный я никакого блаженства еще не начинал делать бог меня сразу все это отрезал старое и новое вложил в один я родился заново не так что я сначала буду долго учиться ходить потом одним пальцем учиться шевелить потом другим царапать за одним ухом за другим мучить меня нет конечно я родился заново бог дает крещение духом огонь духом святого меня все пожал мне зачем там копаться в этих грехах это уже не мое его кровь смыло у православных веры то нет никакой он сразу в один момент вот сам шел убивать представь какой громила идет трепещут все и вдруг удар все и уже другой и уже самый вселенский апостол все он боролся как себя гордость там гордыня да по счастям нет начал сразу восстал против иудеев говорить и тут же ищет убить его его в корзинке спустили из стены он бежал и все путь начался вот бесноватый бесноватый он и разговаривать то не может ну встретился со христом бесов христос и всех их вытурил оттуда из него и теперь он сразу я пойду за тобой а господь говорит нет иди домашним возвести что с тобой господь совершил так он нарушил это он пошел по всему городу домой приду еще буду делать говорить да пусть все это знают что он бесноватый был что он успел за эти 2-3 часа со христом был узнать какие блаженства да никакие они в него уже вложены эти блаженства на исполнение бог это взял вот так вот тебе коробушку твою снял и туда вложил запечатал и плюнул тебе на глаза грязью растер и говорит иди ты видишь иди умойся в купальность Илаам и все больше ничего не нужно не надо капель а начинает что-то делать там такая дезинфекция идет там врачи одеты в маске ничего не надо господь взял землю плюнул на нее замазал глаза и говорит иди ты уже видишь но у господа все по-другому он меняет все имя ты как тебя звать кифа а отныне тебя звать петр ты камень камень ему имя то другое сразу стало а почему по делам благодетельный варнава там будешь называться и мы видим это не один не с одним так было и так сколько надо на то чтобы по порядку какие блаженств нищие духом блаженные плащащие бог сразу дает я вот рассказываю как было я иду у меня все блаженства есть в один день в один день как будто я всю жизнь ждал этого но блаженные плащащие слез у меня нет у меня 23 года я на корабле работаю стопроцентное здоровье деньги у меня все есть нет мира в душе и что слез то нету и господь меня приводит меня приглашили в один дом они там сектанты и они где-то достали библию в то время библию достать это чрезвычайное что-то происшествие где-то может быть корабль останавливался где-то там нечаянно за рубежом взял издания то не было и они достали книгу и кого-то ждали отдать а он не приехал тот брат которого они ждали по-своему а я-то православный и они меня уже знали я у них проповедовал и тогда один брат там встал и говорит вот мы собрались на встречу с тем братом который не приехал а у нас тут новый братик здесь есть ну там правда православный давайте ему библию подарим и мне библию подарили я не знал что со мной сделалось я видел что мне по листику евангелие отдали там от Иоанна я читал и вдруг вся библия в руках я вышел в прихожую где одежда висит я уткнулся в нее и они еще часа полтора были я полтора часа я уже не зашел я плакал и плакал и плакал стоял в один раз Бог все дал блаженный плащущий вот и все я пришел когда из тюрьмы из лагеря у меня с собой новый завет его возьмешь он весь весь видно согнут он весь пропитанный слезами я молился и слезы падали у меня не было то и Бог сразу дал у меня обезвоживание организма даже наступало вот как это Павел говорит я выстучил день и ночь три господные года со слезами а если этого нет как он будет еще он будет плакать то он не будет плакать а ты осознаешь как все гибельно как я далек от Бога и как я благодарен ему за все что он сделал от благодарности слезы а не того что я испугался чего-то я испугался еще где-то раньше там в года два-три мне было и так все дары Бог дает человеку сразу а не по частям и Богу надо доверить у православных неправильный уход в царство небесное исповедовать всякие грехи но ни разу священник не спросит благовесовывал ли ты проповедовал ли их Евангелие Христа ни на одной исповеди нет а это самое главное он мертвый стоит он пришел бесплодный у него ни один талант не увеличился но он у него завернутый в платок он его хранит кроткий смиренный батюшка вот я там подумал я сказал там то есть ну надумывает все сказал подумал а почему да я вот посмотрел не так ну и кому нужно посмотреть то иди работай смотреть некогда будет я вот работал когда у меня на сон чтобы заснуть 40 кажется 7 секунд уходит сразу полностью вырублены я едва до кровати доползал на трех работах и за трех мужиков я неукротимый был в работе никаких перекуров не знал на стройке бетон для возить полы насилать рамы окна дащи строить стеклить ну и 40 лет пищи делал я благодарю Бога я сразу с первого дня просил дай мне Господи такую работу чтобы у меня голова была свободная я работаю а сам в это время повторяю места писания которые утром считал я беседую мысленно с теми с кем встречусь какая тема есть у меня голова все время работает Бог дает это настроение о чем думал у меня не просто думаю а у меня слагается предложение с запятыми со знаками припинания все время слагается какая-то проповедь я сегодня тоже сказал проповедь я говорю трудно сказать когда о Рождестве тысячи проповедей святые сказали но я хочу сказать то о чем они не сказали о чем они не сказали я всю неделю ходил только и думал о чем они не сказали я должен знать о чем сказали и сегодня я сказал проповедь вы ее получите завтра ее Володя отнесет знакомый и она будет стоять она простая простая но она до самой глубины души трогает я рассмотрел все за что мы должны благодарить за рождение и как Христос подвергался смертельной опасности когда она защила ее прикрыл Иосиф она забеременела до брака дальше он рождается Ира тыщет смерть беги в Египет смерть и сколько раз его хотели камнями побить за то что делает себя равным Богу и наконец совершилось он умер и мы должны быть он говорит я есть истинная жизнь но в нем враг попытался одержать победу но сам был разбит и на голову вот как так что все блаженства на месте когда человек обращается к Богу и вам не хотелось там по-другому я этого не знаю тут от меня никакой пользы нет у меня этого не было ну вот как курили бросили не курил и не бросил а как расстались женщины не знал женщин они начинают на меня нападать у меня ничего этого не было ну а как от пьянки в рот не убирал тогда было где то что то там со своими отец там а теперь мы в рот даже не берем о только я говорю и вышел Леня Яковщук спаси Христос на днях то нам пообещал миллионы достать по сто миллионов тут будет стоять где то ну и ну сто миллионов долларов мне пятьдесят Володе миллионов долларов я такое вроде счета едет к евреям в Израиль и проще это ну явно дело что не то пятьдесят тысяч долларов то и то бы мы провернули тут что то а то не сто сто тысяч а не сто миллионов то ну и он говорит у меня деньги были а он в Америке там где то работал я говорит их снял с киш с книжки и пошел встал на базаре и все налево направо стал раздавать ну меня дурдом отвезли а как мы с ним познакомились он рассказывает звонит мне оттуда с Америки я говорит спал а во сне вы мне явились я вас увидел во сне так не встречал и стали говорить ему о о боге о вечности о сектантах что такое и он сразу позвонил и нашел что и выписал книги недавно один тоже я не знаю из Канады или где я сплю я вас даже не слышал я сплю вы подошли как пнули меня ногой что лежишь вставай на молитву ты я соскочил а кто ты такой говорит Игнатий Лапкин ну говорит я в интернет скорее вас нашел покоя никому нету я благодарю вас за вопросы что пришли давай щихать в платочек надо в платочек спасибо большое Игнатий Тихонович слава Христу вы знаете что Вячеслав собирается к нам приехать летом приезжайте вы не пожалеете да спасибо спаси Христос говорят у нас спаси Христос да а спасибо оно ничего не значит из Бога ну не значит просто выдуманное слово а это пожелание чтобы Христос спас знаете эта жизнь такая скоротечная и с чем мы предстанем вот это все для этого мы нужны друг другу благовествовать облегчить страдания плащите с плащущими радуйтесь с радующимися а что труднее труднее радоваться плакать мы все и женщины умеют жареть и плакать а вот когда другому хорошо радуется и чтоб тебе радоваться оно не всегда получается ну все спасибо все так ну у нас мы записали все богослужение батюшки не было и вот вы там посмотрите как у нас идет богослужение какая стройность какой порядок во всем какая тишина и потом покажут трапеза у нас и детский хор не хор а артисты свои как они там пели ну небольшое но выступление было концерт это сегодня у нас все это было ну вот выставят когда обязательно чтобы посмотрели как у нас идет богослужение ни в одном храме вы нигде этого не увидите никакого шатания никакой торговли никаких намордников как было так и идет все радостные обнимают друг друга целуют приветствуют как одеты люди маленькие большие все там два платка ну Вячеслав то знает а сколько труда на это ушло кто-то ушел я вижу у него Екатерина она все время так носит молодец я же вижу на ней сидят что-то там да да сидят там у нас стол накрытый ну что все ну я вижу там вижу она с кем-то беседовала ну ладно установи на прежнее ну еще принято приглашение да да наверное Сергей Николаевич пусть приезжает вам будет очень интересно вы побудете с нами это другое как бы государство как один приехал писатель быков Дмитрий Львович он журналист такой знатный ну и говорит знаете это говорит своего рода Ватикан Ватиканом обозвал нас вот вытекает из всего что есть Ватикан ну что все я ухожу тогда доброй ночи да еще давайте вопросы накопите приходите я рад буду вам вопросы это моя стихия ты как-нибудь Вячеслав покажи ей в сайте и она пусть найдет все что нужно там сайт вопросы а я туда это да захожу ну вот вы там найдете эти вопросы и ответы кто-то выстроил выставил сегодня я комментирую выступление патриарха Алексея Второго а насчитывает Игорь Дыбунов и выставили там целую серию прям сразу там а вот и Виктор ооо подожди сейчас как только закроется не уходите я вам скину мое стихотворение Виктор Николаевич Савченко фотографиями украсил когда поет восемьдесят один раз меняются кадры на одно стихотворение святая Русь до содрогания это вообще и все это буквы плывут как сейчас я сразу вам дам вы соберетесь вместе посмотрите отхожу смいras от Pine군 от боженки uh от Игорь Дыбунов отды